Пьяный за рулем – это огромная угроза для всех участников дорожного движения – пешеходов, пассажиров и других водителей. Поэтому сотрудники госавтоинспекции особенно строги к таким нарушителям. Кроме повседневной работы, они проводят целевые профилактические мероприятия под названием «нетрезвый водитель», направленные на выявление нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все выходные дни у нас проходят массовые проверки водителей на предмет состояния алкогольного опьянения. Проверки вызваны, в первую очередь, резким всплеском аварийности в текущем полугодии. В нашем районе, на самом деле, захлестнула волна дорожного происшествия с тяжкими последствиями. Очень большое количество выявлено нарушений правил дорожного движения управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, либо отказов от управления транспортными средствами. Большое количество водителей, которые были осуждены по статье 264.1, это повторное управление состоянием алкогольного опьянения, лицом был уничтоженным водительского устремления. В минувшие выходные сотрудники ГИБДД ловили нарушителей на улицах Талстинской, Центральной, а также в Лосино-Петровском городском округе. Было проверено свыше 450 водителей и выявлено 77 нарушений. В основном, это пьяная езда за рулем, но и не только это. 12 человек привлечены к административной ответственности за управление автомобилями с ненормативно затемненными стеклами. Один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также были выявлены 4 нарушения правил перевозки детей. Здесь такую памятку я вам вручаю. Здесь все расписано, когда это будет. Пожалуйста, до судей ознакомьтесь с домом и помните, чтобы лишаться посадки. Садки нарушения. Всего доброго. Напомним, что если у водителя выявлено состояние алкогольного опьянения, то составляется протокол об административном правонарушении. Автомобиль отправляется на спецстоянку, а дело передается в суд, который уже принимает решение о лишении водительских прав на полтора или два года и налагает штраф в размере 30 тысяч рублей. А вот при повторном управлении транспортным средством состояния опьянения штраф уже 50 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на три года. Сотрудники госавтоинспекции в своей борьбе с пьяными водителями рассчитывают и на помощь других участников дорожного движения. Если заметили за рулем водителя, который ведет себя неадекватно и явно находится в нетрезвом состоянии, сообщайте в полицию. До новых встреч!